Шаббат Давайте встанем перед чечением Торы. Баруха Таа, Адонай, Аллахену, Мелай Халама, Шарбрхабану, Миколь, Гамима, Натандлану, Аторото. Баруха Та, Адонай, Нотенхатара. Господь Бог наш, Владыка Вселенной, избравший нас со среди народов и даровавший нам Тору. Блоксвен Господь, дающий Тору. Амин. Сегодня праздник, и я здесь комментирую Тору не потому, что я там модный и самый-самый, а потому, что просто пришла моя череда. И у меня есть привилегия комментировать Тору в Песах, и есть еще одна привилегия даже выбрать место. Я могу позволить себе выбрать место, но, конечно же, я выбрал то место, которое касается Песаха. Было бы странно, если бы я говорил о чем-то другом. Это место, это временная точка, с которой начался исход Израиля из Египта, сразу после Песаха. Можно сказать, что это прямо в Песах произошло. Буквально только что народ, 4 дня державший у своего сердца этого невидного Агнса, дети к нему привыкли, закололи его, запекли, совершили Песах. И срочно, быстро вышли из Египта. Ангел прошел мимо их домов, они радовались этому. Ну, а у египтян, к сожалению, первенцы погибли. И написано, что был великий вопль по Египту. И вот мы начинаем как раз читать то место, о котором я буду сегодня говорить. Это Шмот, исход 12 глава, 33 стих. И далее. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их завязаны в одеждах, были на плечах их. Представьте, да? Народ идет к квашне. И множество разноплеменных людей вышло с ними. Тоже интересный момент. И мелкий крупный скот, стадо весьма большое. Испекление из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта, не могли медлить и даже пищи не приготовили себе на дорогу. И чуть ниже. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господня из земли египетской ночью. Я помню, когда первый раз читал, я обратил внимание на это ополчение. Я вот представил себе их с квашнями, да? Значит, мужчины тащат телеги с пожитками, жена кричит мужу, «Еся, ты не забыл случайно ту кастрюлю медную, которую мне бабушка подарила?» Дочка или сын кричит, «А где мой деревянный ослик? Я его не вижу». А он тащит, да? И кругом ослы ревут, коровы мычат, овцы блеют. Короче, ополчение Божье, да? В общем, мы об этом поговорим чуть позже, почему Господь назвал их ополчением. Я хочу только сказать, что с этого момента начался не просто исход, историческое событие, началось нечто новое в истории всего мира, да? То, что началось с Авраама, да? То, что потом продолжилось в Иакове, Иосифе, да? То, что вот оно вот началось новое движение, да? Началось новая история в истории, вернее так, новый момент в истории спасения всего человечества, не только Израиля, но всего человечества. И оно выглядело вот так вот, выглядело, с квашнями, с повозками, с криками, блеянием и так далее. Ну, как это касается лично каждого из нас, вот то событие? Ну, что оно для нас? Историческое, календарное, да? Вот как оно касается лично каждого нашей судьбы? И вот смотрите, Рав, Шауль или апостол Павел, размышляя об этих событиях, которые происходили тогда, ну, и тогда, и в последующие сорокалетия, он говорил, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Это 1 Коринфянам 10 глава. В другом месте, не многих о них благоволил Бог, либо они поражены были в пустыне. И дальше опять про образы. А это были образы до нас? Ну, не просто образы, а в наставление нам, чтобы мы не были походливы на злое, или там в современном переводе, чтобы мы не склонялись в свое сердце к злому. То есть то, что происходило, оно образно, оно несет для нас назидательный, воспитательный, а не только культурный какой-то, да, культурно-исторический момент. Итак, Писание говорит, что не ко многим благоволил Господь. Ну, вы знаете, да, это. Почему он так говорил? Слово Божье ясно показывает, потому что они со всеми своими пожитками вывезли из Египта и не захотели расстаться с чужими богами, предрассудками, твердынями, ропотом, да, неподчинением Божьим служителям. Они больше ревновали, как потом мы увидели, больше о мясе, да, чесноке и луке, чем о Господе, который был рядом с ними. Он являл им каждый день чудеса и знамения, да. Они каждый день видели манну, они каждый день пили воду из камня. То есть, они видели чудеса и знамения, но тем не менее, не о многих о них благоволил Господь. Я думаю, что это тоже, ну, такой, знаете, глубокий, сильный образ для нас. Потому что мы, выйдя из духовного Египта, из царства греха, тоже продолжаем тащить за собой что? Повозки, да, вот эти вот повозки с сундуками твердынь, ящиками мирских представлений и предрассудков. Я так это перечислил, да. Значит, узлов с негативными привычками, коробок с обидами, ссорами, с завистью. Тащим, тащим по жизни и удивляемся, почему иногда с нами вот не происходит того, чего мы хотим, положительного такого, да. А мы просто тащим эти повозки, мы тащим их, к сожалению, по пустыне, потому что другого места не бывает. Бог не позволяет эти повозки тащить по такой широкой, такой дороге. Широкая дорога, она для другого предназначена. Ну, имеется в виду, что широкая дорога такая, дорога, я представляю, дорога жизни, да, такая вот дорога жизни, асфальтированная, да. Вот, мы называем узким путь, да. Вот, ну, в данном случае, я говорю, она не, она тернист, ну, такая широкая, господи, без, без такого, знаете, ну, короче, она не песчаная, она твердая, вот, по ней легко идти. Так вот, повозки, они тащатся по пустыне, мы попадаем в пустыне, потому что вот такое происходит также и с нами, и это тоже урок для нас. Но благая весть в том, что мы от этого можем избавиться. Аминь? Кто-то поддержит меня? Аминь. Друзья, потому что благодаря Ишо, который умер и воскрес, вот, в эти, ну, много лет назад, в эти дни, благодаря его крови невинного Агнца, да, благодаря Руа Хакодеш, которого он дал нам, да, мы имеем возможность, мы имеем возможность для благотворного изменения нашей жизни, мы можем избавиться от всей этой египетской рухляди, которая мешает нашему такому просторному движению по жизни. И каждый еврейский праздник, друзья, это не просто календарное событие, каждый еврейский праздник, в том числе и Песах, да, и Шаббат, они все говорят об одном – остановитесь и познайте, что я Господь, да, кто я для вас, что я сделал для вас, что я дал вам. Вы можете быть свободны, вы можете спокойно, свободно двигаться именно по хорошей дороге, вам не надо тащить эти повезки с египетскими, короче, артефактами этими, да, вот, все у вас есть. И Бог назвал тот выход еврейского народа выходом ополчения, потому что, почему? Потому что в это время он видел, что они изменятся, ну да, кто-то ушел, но народ, он изменится, и уже перед вхождением в землю обетованную там будет уже совершенно другой вид. И Писание описывает, что Израиль, он будет стоять по семям, по родам, да, значит, по коленам, со знаменами, с руководством, то есть, ну, скажем так, познавши Господа, значит, закаленный в боях, Бог видел этот Израиль через 40 лет. И также, конечно же, друзья, Он видит и нас уже не сегодняшними, да, с нашими этими проблемами, да, с нашими негораздами, Он видит нас невестой, и невестой чистой, да, значит, приготовленной и одетой в белые одежды. Он все для нас сделал, и сегодня тот праздник, да, когда, знаете, у нас все это соупало, и, значит, шаббат, и Песах, и причастие, у нас есть возможность, знаете, поговорить с Богом, принять решение для себя и изменить свою жизнь, да, тот, кто не покаялся, он имеет возможность сегодня прийти и примириться с Богом. Тот, кто верует в Бога, но понимает, что не все хорошо, принять решение, да, об изменении, сказать, Боже, я хочу благотворных изменений, вот, и с этого дня пусть изменится молитвенная жизнь, да, тайная комната, пусть изменится общение со словом, пребывание в слове, пусть больше пребывая, ну, пусть будет больше пребывания в общении с братьями и сострами и назидании, да, вот пусть все это придет в жизнь нашу с этого дня, потому что, ну, Писание говорит, что это благо, это полезно для всех человеков. И прославим Господа во имя Ишуа. Амин. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Продолжение следует... Продолжение следует...